Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую, просто обалденную закуску из перцев. Если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте. В нашей семье ее готовят годами и получается просто невероятно вкусно. Здесь у меня 1 кг перцев. Сейчас как раз сезон, они абсолютно недорогие. Если у вас газовая плита, то на газовой конфорке можно вот так вот его обжечь со всех сторон. Конечно, это займет время, но вы можете просто на конфорку положить вот так вот и переворачивать периодически. Все, весь перец обуглится и поевой версии это будет очень-очень вкусно. Так как у меня нет газовой плиты, то я буду запекать в духовке. Выкладываю перцы на противень и ставлю в духовку, которая уже прогрета до температуры 180 градусов приблизительно на 30 минут. Надо, чтобы перец полностью приготовился, при этом периодически его можно переворачивать, чтобы он хорошо подрумянился со всех сторон. Вот посмотрите, как прекрасно подрумянились перцы. Можно увеличить температуру до 200 градусов, можно включить верхний гриль и конвекцию, если есть в вашей духовке. Главное, чтобы у нас получились такие красивые, румяные, полностью мягкие, пропеченные перцы. Теперь мы их перекладываем в мисочку, накрываем крышкой и оставляем минут на 5-10. Тем временем берем чеснок, его количество вы можете регулировать по вкусу. Я беру 4 зубчика небольших и его нужно измельчить. Также я нарублю немного петрушки. Это исключительно для декора. Если у вас нет петрушки, то можно и не использовать ее. И без нее получится очень-очень вкусно. За это время перец хорошо пропарился и кожица без проблем отходит. Поэтому берем ее и вот так вот щищаем. Особенно хорошо она отходит от тех мест, где есть вот эти такие пригаринки. Вот эту сердцевину я не удаляю, потому что там внутри очень-очень вкусные соки. Если мы сейчас удалим, то он просто выльется и будет не так вкусно. Поверьте, этот сок, он просто невероятно вкусненький. И продолжаем вот так вот дальше делать, не знаю как это, эпиляцию или депиляцию. Пил это же кожица, поэтому да, имеет смысл. На дне у меня осталось немного сока. Я ни в коем случае его не выливаю, потому что он очень вкусный. Переливаю его в мисочку. Сюда же добавляю чеснок, который мы нарезали мелко. Добавляю сюда 5 столовых ложек растительного масла. 4. У меня такие вот настоящая советская столовая ложка. В идеале использовать нерафинированное подсолнечное масло. Такое ароматное, ароматное у нас. Оно называется пахуча алия. Теперь посолим по вкусу перец хорошенько. Теперь на каждый перчик выкладываем растительное масло с чесночком. Вот так вот распределяем. Вот так вот. Боже, как это вкусно! Уже слюни текут. Если вы так не готовили, то обязательно приготовьте. Это на самом деле так просто, но в летнее время это просто замечательная. Закуска расходится просто на ура. Вы только представьте, растительное масло с ароматом чесночка смешивается с соком, потому что перцы получаются очень-очень сочные. Сверху вот можно украсить так слегка петрушкой. Боже, какая красота, вкуснота! Это просто вам не передать словами. Внутри и снаружи очень-очень много сока. Я уже, конечно, кушала эти перцы раз, не знаю сколько, много-много-много-много-много раз, но сейчас попробую для вас. Очень это вкусно, с картофельным пюре, можно с хлебом. Обожаю! Они такие вкусные, что вы должны это попробовать и проверить. Вкуснятина просто во! Эта закуска очень вкусная, как в горячем, так и в холодном виде. Я надеюсь, что вы приготовите, будете наслаждаться. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов! Субтитры создавал DimaTorzok